здравствуйте напишите кто-нибудь, как меня слышно добрый вечер, сегодня у нас тема пациент с травмой, алгоритм действия на приеме давайте начнем тогда травма у нас интерпретируется как нарушение в организме, возникающее при воздействии механических, физических и химических агентов также это нарушение целостности или функционального состояния тканей и органов животных травмы также, друзья, травмы это уже распространенная группа болезней среди хирургических патологий которые причиняют какой-либо ущерб ну а совокупность травм называется травматизм внешние факторы, которые вызывают травму делят на механические которые возникают вследствие приложения ну вследствие какой-то приложения к живой ткани органов механической силы причинами могут быть различные твердые предметы которые находятся в выходе дальше у нас физиологический травм происходит в результате воздействия на ткани высоких или низких температур это обморожение и ожоги также это может быть электрический ток химические травмы вследствие химических средств получают у нас это щелчки, кислоты также отравляющие вещества биологические травмы у нас вызывают токсины вирусами ну грибами, пресневелыми, паразитами психологические травмы они возникают вследствие ну стресса, испуг, страх также бывают смешанные травмы они происходят при одновременном воздействии на организм нескольких факторов например химические, механические либо биологические и физические травмы различают на закрытые и открытые повреждения закрытые это когда целостность кожных покровов у нас не нарушена к ним можно отнести ушибы, сотрясения, растяжения разрывы тканей но без нарушения целостности кожных покровов вывихи и закрытые переломы открытые повреждения они уже сопровождаются повреждением кожи либо слизистых оболочек вот к ним относятся открытые переломы либо раны открытые ну ушиб ушиб значит у нас закрытое механическое повреждение тканей она может сопровождаться ну сопровождается макроскопическими микроскопическими нарушениями целостности лимфатических сосудов и кровеносных ну естественно сохраняется значит целостность кожи вследствие разрыва кровеносных лимфатических сосудов происходит кровоизлияние в подкожную клетчатку либо межмышечную соединительную ткань после ушиб ну после нанесения ушиба ну могут обновиться небольшие ссадины причинами у нас ушибов служат различные тупые предметы столкновения например с транспортом да падение животных с высоты на твердую поверхность если чексация происходит ну сельскохозяйственные животные например да либо ущемление конечностей конечностей и различные удары которые происходят при транспортировке животных у у которые у 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 Четыре стадии. Уши первой стадии будут характеризоваться повреждением поверхностно расположенных тканевых структур и сопровождаются разрывы мелких кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки. Ну и, соответственно, вследствие этого возникает кровоизлияние. Развивается отек у нас и воспаление. Также на месте может образовываться, ну, я бы сказала, пропухлость, да, она может распространяться также за пределы повреждения. Могут быть незначительные ссадины. Уши второй степени. Он возникает, когда идет воздействие более сильное к механическим предметам. И также повреждает, ну, может повреждаться кожа и более глубокие ткани. Соответственно, в этот момент может происходить расслоение, либо разрыв самих тканей внутри. И вследствие этого у нас кровь и лимфа может скапливаться в межтканевом пространстве и образовываться гематомы, либо экстравазаты. Также развивается отек, воспаление, может быть болезненность. Если это ушибы конечностей, то хромота развивается. Ушибы третьей степени у нас, значит, их возникновение связано уже с более сильными ударами. Сопровождается расслонением и разрывом тканей кровеносных и лимфатических сосудов. И может быть полностью их размножение. Значит, при ушибах третьей степени, значит, могут быть уже повреждена кожа и даже наблюдаться переломы конечности, либо вывихи суставов. Значит, ну, также гематомы, да, отечность будет. Могут быть даже развиваться некрозы. Если, ну, так как травмы серьезные, то у животных также можно наблюдать травматический шок, либо паралич конечностей. На коже обновляются кровопотеки. Ушибы четвертой степени, они, это у нас, значит, происходит полное размножение мягких тканей с раздроблением костей. Ну, там, где произошла механическая сила какая-то. Значит, ну, отличительный признак в этой степени является то, что отсутствует кровоизлияние. Вот, но целостность кожи также может сохраняться при этом. Ну, и при всех четырех стадиях, значит, какой прогноз может быть? При первой и второй прогноз благоприятный, а при четвертой уже неблагоприятный прогноз. Эконома будет достаточно серьезная, а при третьей осторожнее. Растяжение. Растяжение у нас, это кратковременное чрезмерное смещение суставных поверхностей костей с частичными разрывами капсулы сустава и связок. Ну, наблюдает у крупных животных, да, лошади, как мракатый скот и собаки. Причинами могут служить это чрезмерное сгибание и развивание вращения суставов. Это бывает при, когда животное подскользнулось, упало, если, допустим, застряло где-то животное, да, и при помощи сторонней силы, допустим, неаккуратно высвобождали конечность. Вот, и также при неправильной фиксации животного. Клинические признаки растяжения. При растяжении у нас наблюдается хромота. Это все зависит от того, какой силы было растяжение. При, значит, если слабое растяжение, будет слабая хромота. Если, ну, и при несильном растяжении она через какое-то время сама может пройти. Также будет обнаруживаться припухлость в области сустава, да, в принципе, ну, анатомические функции там не нарушены. При пальпации может повышаться местная температура и отмечается болезненность. Если растяжение чуть сильнее, да, при сильном также будет отмечаться хромота, которая будет сохраняться на более продолжительное время, припухлость и также будет повышаться местная температура. в области сустава. Ну, следующая травма у нас – это стрясение. Значит, возникает вследствие воздействия каких-то небольших травмирующих сил и приводит к обратим функциональным нарушениям. Сотрясение, значит, это если в легкой форме повреждения. Вот, ну, сотрясение у нас чаще всего наблюдается, если произошел удар каким-либо предметом по голове, либо падение, ну, неудачное падение. Клинические признаки сотрясения. Значит, у тех животных, у которых наблюдается сотрясение, они теряют сознание и падают. Первое, что да. Значит, зрачки расширены могут быть, неподвижный взгляд, и животное может не реагировать на свет. Дыхание будет поверхностное, пульт замедлен и также замедленное дыхание. Могут наблюдаться судороги рвота. Переломы. Значит, ну, под переломом у нас костей понимает частичное либо полное нарушение атомической целостности кости и сопровождается, может, повреждением мягких тканей. Значит, делятся у нас переломы на патологические и травматические. Патологические переломы возникают у нас в тех местах, ну, в местах патологической перестройки костной ткани вследствие патологии, это при остеопорозе либо остеосаркома. Травматические переломы, они происходят в результате механической силы, которая воздействует на кость. Также переломы у нас выделяют на открытые. Это такие, при которых отломок кости, он повреждает мягкую ткань, ну, и кожу, и выходит наружу, и закрытые. Сохраняется целостность мягких тканей. Значит, также, например, перелом может быть на, значит, на ограниченном участке кости, в нескольких плоскостях, он будет оскольчатым называться. Вот, и также их подразделяет на несколько видов. Там раздробленные, размаженные кости, да, мелко оскольчатые и крупно оскольчатые. По характеру повреждений будут переломы, полные и неполные. Значит, неполные – это будет частичное нарушение целостности кости, трещины, отломы какие-то, да, надломы. Вот, значит, полные переломы – это уже происходит полное разъединение кости на всю длину, либо ширину. Значит, клинические признаки. Ну, самая сильная боль будет в момент перелома, затем она будет чуть стихать, и при движении она будет усиливаться, так как происходит травматизация мягких тканей. Также может быть травматический шок при переломах. Значит, какие признаки? Нарушение функций – это, значит, например, когда там кость конечности сломана, да, животное не может ходить, кости челюсти, вот, также нарушается, ну, соответственно, животное не сможет есть. Значит, дефибурация тканей – это когда происходит изменение анатомического вида пораженного участка, подвижность кости у меня сустава четко будет выражена, если происходит диффузный, ну, в случае диффузных переломов, она может, допустим, свисать, да, и тем самым будет видно. Также костная крепитация будет ощущаться, если перелом не старый, свежий перелом. Здесь я перечислю алгоритм действия при травмах. Дальше чуть-чуть разберем. Значит, первичный осмотр у нас начинается с оценки кровообращения и остановки кровотечений, так как если кровотечение будет достаточно сильное, то нужно сначала купировать это. Дальше обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, дыхание и кровообращение. Дальше. При кровообращении мы, значит, учитываем пульс, давление, капиллярное наполнение и сердечный ритм. Также при дыхании мы должны учитывать частоту, глубину дыхания, да, дыхательную шуму и движение грудной клетки учитывать. Ну и проходимость дыхательных путей тоже проверять. Значит, также дополнительные идут параметры осмотра. Это невеологический статус и условия окружающей среды. Значит, условия окружающей среды мы учитываем внешние условия повреждения. Это если там холодно либо жарко. О неврологический статус мы оцениваем сознание животного, да, оцениваем там зрачки и функции животного, моторные, сенсорные. Значит, ну, при вторичном уже дальнейшем, когда мы все это оценили, при дальнейшем мы уже устанавливаем все повреждения. То есть повреждения, да, разрабатываем план лечения, проверяем дыхание, пульс, давление, температура. Значит, проводим диагностические тесты, устанавливаем наблюдение за сердечной деятельностью. Если необходимо, то используем мочевой катетер, если он необходим. Ну, то есть если происходит ну, как бы, непроизвольное мочевое отделение, то не надо. Ну, также анализы крови берем. Если необходимо. Значит, также учитываем временные промежутки травмы. Значит, ну, так как может произойти летальный исход у животного, да, значит, первый промежуток времени, это когда произошла сама травма. Многие животные, если травма достаточно сильная, могут погибнуть именно в этот промежуток из-за, ну, как бы, повреждений, которые, ну, из-за повреждений органов жизненно важных. Например, там, крупные кровеносные сосуды, кровотечения, да, либо обширные травмы, там, головы произошли, либо грудные клетки. Второй промежуток времени, это когда уже прошло какое-то время, несколько часов, вот, ну, также может произойти смерть. и третий промежуток времени, это уже через несколько дней, тоже надо оценивать этот, или же даже недели. Значит, ну, первое у нас идет, это кровообращение и остановка кровотечения. Значит, так как травмы могут достаточно быть сильными, то первое, что мы должны сделать, это остановить кровотечение. В этом случае, тогда, хирургическое вмешательство проводится незамедлительно и устраняется внутреннее кровотечение. Если внутренних нет кровотечения, есть, допустим, наружные, то можно применить давящие повязки, либо гемостатическую губку репарат. Это то, что первое мы говорили, при первом мы должны оценивать ситуацию. Значит, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Значит, нужно, значит, при необходимости обеспечить доставку кислорода к тканям. Если у животного наблюдается затруднительное дыхание, оно может содействовать обструкции, которые мы должны устранить. если происходит такое, то это может быть связано, допустим, с травмой головы, когда происходит потеря сознания. также мы должны учитывать, что у животного могла быть рвота, дыхательные пути могут быть заблокированы рвотными массами, либо это может быть кровь, какие-то инородные предметы. Тогда здесь нужно будет интубация трахеи. Переломы грудной клетки тоже смотрим. Дыхание. Здесь мы учитываем, что у нас проходимость верхних дыхательных путей, она не будет у нас гарантировать адекватной вентиляции. Нормальная вентиляция будет требовать нормальной пункции легких грудной клетки диафрагмы. В этом случае мы должны учитывать все эти нюансы, оценивать и обследовать. Значит, немедленное реагирование у нас требуют такие состояния, когда идет животное пневмоторакс, гемоторакс, открытые повреждения грудной клетки, когда идет перелом ребер с ушибами легких и обеспечиваем животного кислородом. Последнее у нас кровообращение было. Кровообращение может быть у животного шоковое состояние. лечение шока мы начинаем также, пока выясняем причины травмы. Ранним признаками у нас является тахикардия, снижение температуры конечностей и снижение давления животного Это признаки шока. Шок у нас классифицируется на геморрагический и не геморрагический. кровотечение у нас будет являться самой частой причиной шока и вследствие чего может гибель произойти. значит ну практически у каждого животного с травмой это регистрируется. Можно применить обезболивание в таком пациенте. Во второй стадии когда мы уже устанавливаем причины подробнее значит что мы должны сделать мы у владельца должны выяснить всю информацию и провести тщательный осмотр и стабилизировать животного пока собираем анамнез. К второму этапу мы приступаем только после первой стабилизации. информация от владельцев должны получить это время когда произошла травма и при каких обстоятельствах какие были применены препараты в момент травмы то владельцы ноги сами могут что-то применять есть ли у животного мочи спускание было ли оно в момент травмы либо после травмы сразу до того как она к нам поступила крови потерянной крови когда животное последний раз принимало пищу изменение состояния поведения в момент травмы до того момента как она поступила к нам в клинику и если у животных какие-то сопутствующие заболевания далее мы проводим тщательный уже подробный осмотр первое у нас это голова шея обследование значит начинаем с неврологического осмотра значит у животного значит обследуем тщательно травмы наличие переломов черепа травмы трахеи гортани также зрачки осматриваем все это рассматриваем если есть переломы то какие они вдавлены либо там трещины просто дальше у нас идет грудная клетка значит также нужен углубленный осмотр так может угрожать жизни повреждения грудной клетки значит мы оцениваем состояние ребер проводим при необходимости снимки там рентгеновские да если есть возможность КТ так у нас нет то мы просто снимок делаем и УЗИ можно провести осмотр живота у нас тоже значит следуем при помощи ну там осматриваем на наличие побеждений да гематом ссадин там рамки закрытые открытые и также при помощи УЗИ диагностики оцениваем состояние брюшной полости этот рентген делаем и также КТ если нужно значит ну можно провести скрининговые УЗИ брюшной полости это оценить состояние целостности всех органов и если кровотечения следующие у нас конечности мы оцениваем целостность кости это наличие это преломов также ушибы ссадины температуру оцениваем болезненность стабилизируем животное значит и после того как мы уже стабилизировали животное и в принципе оно у нас находится уже в нормальном состоянии тогда мы уже можем принимать действия такие как либо если он тяжелый в тяжелом состоянии оставить его на стационаре в клинике либо если может быть сделана операция если там перелом только делают операцию хирургическую если стабилизация продолжается то там уже отпустить либо в клинике в любом тяжелом состоянии животное лучше оставить на стационаре и стабилизировать уже дальнейшее манипуляции делать только после стабилизации это все что мы должны оценивать на план действия протокол осмотра на самом главный не перепутать этот момент что мы должны в первую очередь оценивать в первую очередь мы оцениваем кровотечение дыхательные пути само дыхание и кровообращение при обследовании дыхательных путей мы также можем применить рентгенологическое исследование да вот если у нас закупорка мы освобождаем дыхательные пути при осмотре дыхания применяем кислород также если требуется допустим у нас сборка дыхательных путей то мы убираем кровь реводной массы также устраняем инородные предметы но если пневмотор с открытой то мы должны ликвидировать пневмотор до уши титура но если закрыты пневмотор что если мы нашли в случае скорее всего чтобы хирург под ингредиционным при кровообращении при исследовании кровообращения если необходимо то мы проводим сердечно-легочную реанимацию лекарственную терапию контроль за давлением обеспечиваем при необходимой внутривенные или станические растворы и восстанавливаем жизневажные показатели сердечно-системы все у меня все если есть какие-то вопросы давайте их обсудим пожалуйста ну и в любом случае когда вы стабилизируете животное понятно что у нас травматологи не все если животное стабилизировано то мы уже отправляем к травматологу для дальнейшей для дальнейшей вечернего плана это когда травматолог занимается уже делом да остеосинтезирует но так же допустим при повторном осмотре когда мы берем анализы крови животного если понадобится переливание данным каком-то животном данном вида то понимаем это мы должны установить еще и группу крови так как мы знаем что у кошек три да у собак есть универсальный первый четверт ну все если вопросов нет то тогда не зайдя спасибо всем субтитры субтитры